друзья приехала сегодня в парк глоба многие старожилы его знают как парк чкалово мне татьяна написала елена покажите пожалуйста парк чкалово я его знала и так и так поэтому ну прежде всего начинаю с актуальной проблемы напалиный пух и вот зайдем это парк чкалово переименован был в девяностых годах на парк глоба и проблема сегодня про сополиный пух и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По сравнению со всеми парками, которые уже существуют в Днепре, этот парк сейчас выглядит очень печально. Почему? Потому что к нему давным... К нему никто не приступал с ремонтом. Как построили его, он красиво выглядел в 50-е, 60-е, 70-е годы, возможно 80-е, но еще до того момента, пока не было красивых парков, таких как сквер, набережный сквер. Красиво я вам показывала. Если бы не война, планировали в этом году, планировали сделать реконструкцию этого парка. Но тем не менее, хоть он вот в таком виде заброшенном, людей много, люди гуляют. Кормят голубей. Красивый вид для фото. Очень много. Очень много здесь вокруг тополей. И сейчас летит тополиный кух. Сегодня жара. Очень жарко. Сейчас подошла немножко к голубям послушать эту песню. Сидят. Никто не боится. Детская железная дорога. А погода сегодня, сейчас покажу, друзья, вам. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Сегодня жарит. Жарит вам все. Уху, улетел. Друзья, не буду вникать в историю. Кто хочет узнать историю, я вам рассказывала в том видео в моем плейлисте экскурсии «Куда поехать». Там я вам рассказала о парке Лазаря Глоба. Переименовали его из Чернышевского в парк Лазаря Глоба, который мы так и знаем сейчас в 90-х годах. Когда начались все эти события 90-х годов. Некоторые их называют крутые 90-е. Но хочу сказать, что сегодняшние времена напоминают то же самое. Только в 90-е годы не летели на голову бомбы. Не видли мирные люди, не убивали детей, а сейчас молимся, чтобы в наш красивый город не пришла война. Так боюсь этого слова, но она пришла уже в Украину. Очень много знакомых. Одни, которые ездили в Италию, жили, вернулись назад. Дом есть дом. Некоторых нет уже. Очень печально. Это такой вот мостик. Мы заходим туда. Вот такое вот изобразительное искусство. То, что могут себе придумать подростки. Невоспитанные подростки, забыла сказать. Сейчас мы идем к кинотеатру. Театр под открытым небом. Театр под открытым небом. С этой стороны у нас зеленая зона. Люди гуляют. Есть детские площадки. Есть всякие тарзанки. Под современный вид. Озеро тоже все в пуху. Все в пуху. Можно пить Днепропетровск. 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 Днепр весь в пуху. Вот таким образом. Да, да, да. Точно. Точно, точно. Справа от меня стоят скамейки. Люди отдыхают. Вот так мы их видим. А здесь то, что это пух. Солнышко припекает даже с ляпами. И пришли в летний театр. Зрелище красивое. Пока печальное. Надеемся, реконструкция к нему дойдет. Главное, чтобы война в стране закончилась. Здесь нам обещают державные мужи, что коррупции не будет. Если не будет коррупции, значит будет все везде работать. И будет красота, чистота, реконструкция и все остальное. Будем надеяться. Потому что нам нравится здесь жить. Нравится этот город. Нравится погода. Я не один раз приглашала вас к нам в гости. Но я не думала, что эти гости придут таким образом. Так, поэтому я не приглашаю пока мирных плетушек. Это столько пуха. И дальше я иду. Это все пух. Не пройду мимо, поскольку я обожаю животных и птиц. Покажу вам, что здесь очень много гаудей. А я вообще снимаю или нет? Снимаю, снимаю. Поехали. Пришло лето. У нас уже лето. Печальное лето. Легче. 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 Надо шляпой делать. Очень жарко. Я что обожаю, я вам покажу, друзья. Розы. Даже то, что они все в пуху, делает их еще привлекательнее. Ну, подойдем поближе. Я их обожаю. Я их обожаю. Ну. Я проехала перекресток и думаю, если будет где припарковаться, зайду и возьму пиццу. Себя надо иногда радовать. Сейчас пойду за пиццей. Забежала. Конечно, забежала. Взяла. Я обожаю битые стекла. Люблю это заведение. Здесь хоть и шумно. Ну, вкусно. Кофе мне нравится. Я, как всегда, беру. А ты питая стекло. Ну, и, конечно же, я заказала ихнюю пиццу. Жду пиццу. Надеюсь, что будет вкусной. Скажу для начала, что я заказала. Такую громаду. Это синий.